Когда с вами происходит что-то негативное, просите прощения у Аллаха. И состояние вашего сердца определит, было ли это наказанием или нет. Если ваше сердце отдалилось от Всевышнего Аллаха из-за того, что с вами произошло, то это наказание. А если же ваше сердце стало ближе к Аллаху вследствие того, что с вами случилось, значит это самое большое благо. Именно так и определяется, благо было это или зло. Это значит, что когда некоторые люди получают большие деньги, хорошую работу, прекрасную семью, они забывают Аллаха. И это наказание. Почему? Это было нечто выглядящее как благо, но то, что отдалило вас от Аллаха, заставило вас ходить в клубы и стало причиной выработки плохих привычек. Если так, то это, конечно же, наказание. Это не есть благо. Не каждая вещь, кажущаяся благом, является таковым по причине того, что это отдалило вас от Аллаха. А с другой стороны, нечто, что выглядело очень плохим, потеря работы, потеря конечностей, авария, смерть близкого человека, если все это заставило вас молиться и измениться, клянусь Аллахом, это было благом от Аллаха. Все, что приближает вас к Аллаху, это благо. Вот почему иногда человек заболевает. Очень богатый человек, и он говорит, я собираюсь к доктору. Он идет к доктору, а доктор говорит, что нужно сделать все тесты, на что этот человек соглашается. Он делает МРТ, то-то и то-то, да дарует Аллах исцеление всем болеющим, всем тем, кто болен, и да защитит нас всех Аллах. Напишите Амин. И таким образом он проходит все процедуры, а врачи не знают, что с ним. Почему? Брат мой, потому что ты не совершаешь молитву, не поклоняешься Аллаху. Ты далек от Аллаха и погряз в грехах. И Аллах любит тебя настолько, что заставляет тебя осознать, что все только лишь в его руках. Вы обращаетесь к врачам, да, и вы должны это делать. Но если после всех попыток ничего не получается, и потом доктор говорит, что вам осталось жить полгода, если такой вердикт приближает вас к Аллаху, то это благо. А если же человек в страхе начинает спрашивать Аллаха, почему ты так со мной поступаешь, почему я, у меня маленькие дети. Успокойтесь, вы не первый человек, у которого маленькие дети, и которому осталось жить полгода. И между прочим, когда они говорят, что жить осталось полгода, это не факт, потому что вы можете прожить еще лет так 60, кто знает. Это всего лишь заявление. Они могут полностью ошибаться. Сколько людей, к примеру, остались без здоровья и умерли без проблем? А скольким людям было сказано, что им осталось 24 часа? А уже 24 года они все еще говорят «Ассаляму алейкум, брат!» Машаллах, да дарует Аллах нам облегчение. Уповайте на Аллаха. Если что-то приближает вас к Аллаху, то это благо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok